так всем привет хочу сегодня показать вам новый вид обработки дерева для меня новый вид обработки дерева электрическим током который недавно посмотрел в интернете мне он так понравился и я решил его повторить заодно и вам показать кто еще не видел так для этого нам надо любая деревянная поверхность будь то ну вот фанера например я первый раз на не использую сейчас на той стороне у меня уже есть рисунок который сделал сейчас закончу я вам покажу старых предыдущий я считаю что он не получился и при вас попробую еще 2 сделать я делал навязи например вот я делал навязи молнии так называемые на дереве кажется вполне прилично получается на сосне получается тоже на струган и на не струган и вот я вам сейчас покажу вживую как это все происходит так я сначала выключу свет чтобы было более эффективно видно ярче и включу аппарат поэтому я на струкнулся и аккуратно так а и так и 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 Смотрите продолжение в следующей части. у меня та сторона мокрая и она идет под низом мокрая 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну и вы видели, когда она соединилась вместе, сразу по самой толстой, как скажем там, прожилке протекает ток по зале. И, ну короче, если хотите, чтобы более рельефный рисунок был, то дожидайтесь, пока дольше прожгет. А так, в общем-то, я считаю, этого хватит. Сейчас я ее почищу от золы, помою и покажу, что получилось. Так, ну и вы смотрите, что получилось, это я вам показываю обратную сторону, это я выжигал первый раз, ну скажем так, не при вас, я смазал всю поверхность полностью, целиком этим раствором, содовым, это раствор соды в воде. Вот, и у меня ток пошел по краям в основном, и рисунок получился в середине слабый, только тут уже края более-менее нормальный. Вот, а теперь я вам покажу, что получилось, уже когда я не полностью смазывал доску. Я считаю, вполне приличный, красивый рисунок. Как это назвать, молнии или дерево? Я думаю, она украсит любую стену на кухне, на любой кухне. Такая доска, теперь я покрою только лаком и все, и можно показывать жилье. Так, ну а теперь покажу, расскажу устройство аппарата, который это делает. Так, вот этот аппарат состоит в основном из силового трансформатора от микроволновой печи. От любой микроволновки подойдет такой трансформатор. И если не заморачиваться, не делать никаких коробок, никаких препабасов, подключаете 220 на первичную обмотку, и со вторичной обмотки выходит 2000 вольт. И делаете так, как я делал. И все. Но только это предназначено для людей, которые знакомы с электричеством, знает, что такое трансформатор, что такое высокое напряжение. Потому что это не игрушка, 2000 вольт, это совсем не игрушка. Ну а я, подглядев конечно в интернете, все это, чуть-чуть модернизировал его. Я поставил вентилятор охлаждения, потому что этот трансформатор греется хорошо. И чтобы он не сгорел, поставил вентилятор с компьютера 12-вольтовый. Так, тут вообще на трансформаторе три обмотки. Первичная и две вторичных. Одна вторичная выдает 200, 2000 вольт, а другая выдает три с половиной. Она идет куда-то там, я не помню куда идет. Ну и три с половиной вольта можно подключить, например, индикатор. Я сначала сюда светодиод подключал. То есть, когда он включен, и он показывает мне, что он включен, и чтоб я по зоопарке не влез. Вот. Ну я решил, что мне не нужен светодиод, а лучше, да и светодиод можно потом добавить. Но у меня индикатором работает вентилятор. То есть он, когда надо, слегка шумит, и я слышу, что он включен. Для этого я смотал эту обмотку, она толстым проводом промотана, три с половиной витка, и было три с половиной вольта. Я тонким проводом намотал 15 оборотов, 15 витков, и у меня получилось 14 с половиной вольт. После подсоединения диодного моста уже, чтоб выгребитель сделал, стало 13 вольт. И на 13 вольтах, вот, с компьютера кулер, вентилятор этот, он вполне прилично крутит, охлаждает, и... Короче, я сделал два спасных отверстия. Здесь, в коробке сделал, поставил кулер. И здесь поставил решетку от этого же кулера от компьютера. Там даже видно, что трансформатор, первичная обмотка, вторичная. Я не знаю, видно нет, он в середине, витки намотаны, как раз таки, вот это вот, 13 вольт. Вот. Так, ну и отута, опять же, штекер от компьютера. Гнездо от компьютера поставил. И сразу за гнездом предохранитель на 10 ампер. Потому что, я не помню, слабее ставил, и при включении именно в сеть, он у меня сгорел. Я поставил на 10, пока работает. И кнопка, вот, в интернете кнопку делают включение, просто его. Ну, сейчас погода сыроватая, и я побоялся, как сказать, к нему близко подходить. То есть, чтобы его на месте прям включать, все-таки 2 киловольта, и я эту кнопку пустил на кулер. То есть, когда мне надо вентилятор, я включаю. А потом запускают трансформатор. Когда не надо, я его выключаю. Вот. И сейчас, когда я вам показывал, чтобы не мешал шум кулера, я его не включал. Потому что, ну, я и так всегда обращаю внимание, включен он или не включен сам трансформатор. То есть, поражение электрическим током я опасаюсь, конечно. Поэтому всегда с вниманием отношусь к этому. И чем хорошо ставить кулер вот так вот, ну, сквозное, чтобы было. Что после работы, или во время даже работы, руку подносите с этой стороны. Чувствуют, если воздух горячий идет, значит, уже идет перегрев трансформатора, и пора выключать. Надо передохнуть. И поэтому я вот, наверное, работаю, а потом руку подставил. Воздух как шел холодный, так и идет. Все нормально, пусть дальше работает. Так, не разбираю я ее. Потому что, я думаю, для тех людей, которые знают, что такое первичная и вторичная обмотка, для них мои объяснения будут понятны и так. Тут и учить никого не надо. А для тех, кто не знает, что такое трансформатор, то не надо в такие дела вообще и лезть. Если интересно, то начните сначала с 12-вольтовых. Побалуйтесь, поиграйтесь, разберитесь, как они работают, в чем суть. А тогда уже лезьте в такие вещи. Лучше попросите знакомых, пусть они вам сделают. Так, ну и все. Все. На кулер у меня стоит удиодный мост, который выпрямляет напряжение. И все. Если что-то интересное получится, я еще выложу в интернет. Все. Всем пока. Если нравится, ставьте лайки. Лайки. Подписывайтесь. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok